Здравствуйте! Прошла неделя и программа событий культурной жизни снова с вами. Сегодня в выпуске. Галерея Новый Манеж. Паломничество в страну Востока. Москва отметила 102-й день рождения Михаила Шолохова. Архангельск представляет спектакль по роману Лермонтова «Герой нашего времени». Истринский музей отметил 30-летие коллекции современного искусства большой выставкой. Возвращение Персифоны в фестивале «Черешневый лес». Мы заново открываем тот мир, который отчасти для нас утрачен. Восток для европейской культуры – волшебное слово. У него столько значений, сколько в истории искусства было эпох, направлений, стилей. Но неизменно художники обращались к нему в стремлении уйти от обыденности, злобы дня, в поисках вечных ценностей. Идея этой выставки «Паломничество в страну Востока» – это название известной вещи Германа Гесса, как паломничество в некую идеальную страну духа, идеальную страну творчества. Восток здесь – универсальная метафора, как и те образы, которые мы видим в картинах Татьяны Ян. В картинах ли? Ее большие холсты без рам написаны маслом, но своей матовой поверхностью напоминают фрески. Кажется, что это куски стен неведомого храма, фрагменты чудесных росписей с древними религиозными символами. Каждый художник направляется в своем пути на Восток, и Восток – это вовсе не географическое понятие для нас, а некий идеал. Я совершенно согласен, да, абсолютно, на сто процентов. Ну вот, несмотря на то, что Толя присоединится к этому проекту тогда, когда уже была сформирована эта идея, получается, что он блинся совершенно естественно в эту тему, поскольку вот вся его творческая работа, она как бы имеет такой девиз. О Татьяне Ян говорят как о путешественнице. Для ее творчества много значат поездки в Каппадокию и Египет. Анатолий Камелин на Востоке не был, но в суровом минимализме его работ чудится аскетический дух ветхозаветных времен. Если говорить о духовных ценностях, то это христианство, пришедшее с Востока, и таким образом, как бы, все, что смотрит на Восток, и все, что приходит с Востока, не географически, а вот идеально, это как бы то, что определяет вообще творчество на самом деле. Не случайно по инициативе одного из московских священников Камелин начал выполнять резные кресты и иконостасы для церквей. На выставке нет этих произведений, а в тех, что представлены, открытость воображению зрителя, доверие к нему. Памятник Михаилу Шолохову установили на Гоголевском бульваре. Место выбрано не случайно. Писатель жил неподалеку и часто здесь прогуливался. Возможно, тут рождались и замыслы его некоторых произведений. Согласно идее скульптора Александра Рукавишникова, памятник представляет собой целую группу образов. Шолохов сидит в лодке и видит перед собой стелющуюся водную гладь воображаемой реки. Фоном для скульптурной композиции служит галерьев, где изображены плывущие лошади. По одну сторону от писателей белые, по другую красные. Проектом также предусмотрена мощеная диагональная полоса поперек пешеходной аллеи. В конце ее размещена гранитная скамья с красной и белой символикой. Рукавишников работал над проектом около двух лет в тесном сотрудничестве с архитектором Игорем Воскресенским. Я его недооценил, потому что у меня школьная программа все-таки сделала свое дело, видимо, в свое время. В церемонии открытия памятника приняли участие сын Шолохова и его внук, а также представители Московской городской думы, руководители Всевеликого войска Донского, делегация Станицы Вешенская, мэр Москвы Юрий Лужков. Композиция, которая, безусловно, нас породнила с великой русской землей, с Доном, еще раз приблизила нас к этому времени, времени, которое так талантливо, гениально описал Михаил Александрович в своих потрясающих произведениях. А в Шолоховском зале издательства «Советский писатель» состоялась церемония награждения лауреатов Международной Шолоховской премии. Традиционно церемония началась с исполнения любимой песни Михаила Шолохова. Из собравшихся поприветствовал известный русский писатель, герой социалистического труда Юрий Бондарев. В этом году комиссия по вручению шолоховских премий единогласно, дружно и солидарно проголосовала за внесение в список лауреатов президента Боливарианской республики Венесуэла Уга Чавеса, а также лауреатами стали известный словацкий скульптор Ян Кулих, ректор Поморского университета имени Ломоносова Владимир Булатов, народный художник СССР Юрий Кугач, публицист Валерий Хатюшин, поэт Андрей Аблок. Особенно бурно зал приветствовал всеобщую любимицу, исполнительницу русских песен, народную артистку России Александру Ильиничну Стрельченко. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене Архангельского театра драмы премьера спектакль «Княжна Мэри» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Это не случайно. На протяжении последних лет Архангельский театр не раз обращался к русской зарубежной классике. Постановки по произведениям Островского, Чехова, Шекспира, Ипсона всегда вызывали зрительский интерес. Не стал исключением и спектакль «Княжна Мэри», ведь проза Лермонтова на сцене – явление редкое, даже в столичных театрах. Не стоит забывать и о том, что любое обращение классики – это в первую очередь проверка театрального коллектива на профессиональную зрелость. Главный режиссер театра Петр Суворов своей постановкой показал, что такие люди, как Печорин, есть всегда, во все времена. Именно этим, по его мнению, Лермонтов современен. Я считаю, что героем нашего времени может считаться человек, у которого такие же интересы присутствуют, как у людей, живших в то время, которые сохранили какие-то традиции, которые не похожи на основную массу людей, которые имеют свое восприятие окружающего мира. Известно, что сам Лермонтов считал своего героя образом собирательным, составленным из пороков всего своего поколения. В спектакле Архангельского театра Печорин – человек не только с 19-го столетия, это еще и герой современного мира. Есть люди, которые аморальны, но они это скрывают. Есть такие люди, а есть такие люди, которые, как Печорин, они видно, что они аморальны, однако же они не скрывают этого. Я считаю, такие люди, они как раз и герои нашего времени. Весь спектакль актеры держат в зал в напряжении, передавая зрителю те чувства, которые волновали людей позапрошлого столетия. Ведь проблемы поиска своего пути и духовного одиночества актуальны и в наши дни. В 70-х годах прошлого века Новый Иерусалимский музей в Истре был краеведческим. Главной приманкой для туристов были, конечно, памятники Никоновской эпохи. Но знатоки и любители современного искусства уже тогда начали поговаривать об удивительных истринских энтузиастах. Они собирали новую живопись, находили никому неведомых молодых художников и заново открывали старых, незаслуженно забытых. Довольно четкая была концепция собирательства. Это, возможно, не слишком широкая. Мы никогда не ставили перед собой задачи. Ну, в общем, объять необъятное и представить все направления, все тенденции современного искусства. Но вот то направление чисто живописное, которое мы избрали, и ряд имен, которые мы хотели представить монографически. Мечта музейщиков – устроить для каждого из своих мастеров отдельный зал. У художника, как, прежде всего, личность. И вот такое вот очень личностное отношение к авторам, оно тоже для нас очень важно и дорого. Это действительно еще какие-то контакты на протяжении вот уже многих лет. Отсюда авторитет у художников и у коллег. Какая бы ретроспективная выставка не открывалась в Москве, она непременно включает работы из Истры. Без этих произведений история нашего искусства уже была бы неполной. Но как справляется музей районного городка с таким дорогостоящим делом, как собирательство? Мы комплектуемся в основном за счет даров. Нам дарят работы, вот может быть, именно благодаря тому авторитету, который у нас появился. Но для нас это, в общем-то, конечно, любой дар – это приятно и радость. А с другой стороны, в общем-то, мы понимаем, что художникам надо жить. И нам, конечно, очень хотелось иметь возможность все-таки приобретать работы, иметь возможность вообще выбора. В последние десятилетия государственное финансирование практически прекратилось. Состоятельные люди тоже не спешат помогать. Но музей и сегодня пополняется. А его хранители продолжают мечтать о новых просторных залах для всех своих богатств. Одно из главных достоинств фестиваля – то, что в его программе можно осуществить удивительные проекты. Смелые, штучные, неповторимые. Постановка «Возвращение Персифона» из Травинского – именно такое событие. Для режиссера Кирилла Серебренникова это третий большой музыкальный опыт. Кто-то пережил шок, кто-то восторг, но никто из публики не остался равнодушным к огромному трагическому накалу и смелым постановочным находкам. Серебренников Серебренников освоил пространство Светлановского зала Дома музыки как античный амфитеатр. Он использовал все перепады его рельефа, размещая хоры, декорационную конструкцию, огромный оркестр, ради которого пришлось убрать все кресла портера. Игорь Стравинский Персифона 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 Многие персонажи, которых мы видим в постановке Серебренникова, придуманы им самим и символизируют вечные антиномии – рождение и смерть, юность и старость, прошлое и будущее. Персифона Персифона – драматическая роль на французском языке оригинала. Особый интерес публики подогревало то, что заявленной на эту роль была Сати Спивакова. Мы знаем ее как жену Владимира Спивакова, телеведущую. Актриса по образованию она играла мало, но, к слову, замечена была самим Сергеем Параджановым. И вот в ее творческой биографии случилась Персифона – сложный образ в великом произведении. Персифона Персифона У Игоря Стравинского в 2007-м юбилей. Мы будем очень много слышать его музыки. Фестивальная Персифона – событие мирового значения. О событиях культуры в регионах и за рубежом расскажет рубрика «Культурный меридиан». А я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Добрый день. На этой неделе. Куда уехала «Золотая маска»? Пушкин – почетный гражданин кулис. И дягилевские балеты с разных ракурсов. «Золотая маска» гостит в Латвии. В течение двух недель спектакли лауреаты премии будут покорять сердца прибалтийских жителей. В их числе «Три сестры» театра «Мастерская Петра Фоменко», «Рассказ о семи повешенных» театра под управлением Олега Табакова и «Анна Каренина» театра балета Бориса Эйфмана. Гастрольную деятельность главная театральная премия России ведет уже третий год подряд. Именно Латвия и Эстония стали первыми странами, которые в 2005 году примерили «Золотую маску» на своей площадке. «Почетным гражданином кулис» назвали в Омске Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня, в день рождения поэта, здесь открывается выставка, на которой будет представлена литература о постановке произведений Пушкина в российских театрах от XIX века до наших дней. Пушкин многолик и многообразен. Он в живописи и в музыке, в поэзии и на театральной сцене. Без Пушкина не быть русскому искусству. Эти слова Федора Шаляпина вспоминают нынче сибиряки. Гончарова и Ларионов, почти ларин, очень пушкинские фамилии. Но знающий человек поправит, скорее Дягилевские. Ведущие мастера русского авангарда, создатели примитивистского и лучистского направлений в живописи, организаторы «Бубнового валета» в 1915 году покинули Россию, чтобы по приглашению Дягилева присоединиться к труппе русских балетов. В течение двух летних месяцев в Перми будет проходить выставка картин, рисунков, книжных иллюстраций и театральных эскизов Флорионова и Гончаровой. Русским балетом. На сей раз не в живописи, а в фотографии. И не из парижской, а из итальянской частной коллекции, можно полюбоваться в Михайловском замке русского музея. Выставка называется «Альбом на память» и включает в себя 47 фотографий, рассказывающих о русском балете начала XX века. Среди экспонатов – 7 личных фотографий Анны Павловой, драматический портрет Вацлава Нижинского, а также целый раздел, посвященный Асидоре Дункан. Русское искусство и литература способны и в наши дни добиваться признания за рубежом. Об этом свидетельствует успех новой книги русской эмигрантки в США Ольги Грушиной. Ее роман «Жизнь Суханова в сновидениях» получил премию «Молодые львы» за 2007 год. Конечно, у вас может не находиться времени на современную литературу, но классике нужно уделять внимание обязательно, хотя бы 5 минут в день. Просматривая утром электронную почту, теперь вы можете читать письма с отрывками из классических произведений. Таким образом, английский перевод романа «Льва Толстого» Анна Каренина разбит на 430 писем, а «Война и мир» на 675. Главное теперь не спутать эти шедевры со спамом. Ну а если вам совсем не хватает времени ни на театр, ни на музей, ни на путешествия, смотрите «Культурный меридиан». Как всегда, через неделю все самое интересное. Всего вам доброго! Продолжение следует...